Достигай Израиль и весь мир. Барухашем, возлюбленные, благословенное имя Господа. Мы, Синти, очень рады, что вы сегодня с нами на очередном выпуске программы «Узнавай еврейского Иисуса». Несколько месяцев назад Господь проговорил ко мне из второзакония. Я понял, что это Дух Божий, и когда я начал размышлять над этим стихом, Господь открыл мне четко и ясно, как должны были жить не только евреи в прошлом, но и современные последователи Иешуа любого происхождения. Это 10 глава, 12 стих второзакония. Сегодняшнее послание должно принести трансформацию в нашу жизнь. Это пища, которую мы должны принимать, если хотим быть сильными и зрелыми в Господе, и хотим иметь истинную радость. Это послание очень важно для наших зрителей и для нас. Если мы будем пить и вкушать это послание, то мы обретем новую жизнь, и она останется с нами навеки, навсегда. Слово Божие меняет нас. Оно живое, действенное и острее обоюдоострого меча. Когда мы принимаем Слово Божие и применяем его к своей жизни, оно нас меняет. Оно не просто меняет нашу философию или наше мышление, оно буквально трансформирует нас. Поэтому принимайте Слово Божие и трансформируйтесь сегодня вместе с нами во имя Иисуса. Барухашем, возлюбленные, благословенно имя Господа. Сегодня мы продолжаем серию, которую я назвал «Путь праведника». Напомню вам, как возникла идея этой серии программ, если вы не видели предыдущие выпуски. Я читал книгу «Путь праведника». Она была написана в 19 веке известным еврейским классиком. Эта книга была написана на основании одного стиха Истора, Второзаконие, 10 глава, 12 стих. Я начал изучать этот стих. Давайте, кстати, я прочту вам его. Тут сказано. Итак, Израиль. «Чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей». Когда я прочитал этот стих, он произвел на меня очень сильное впечатление. Я сказал, «Отец, я верующий Нового Завета, я спасен по благодати, я следую за Иешуа, но я чувствую, как ты обращаешься ко мне через этот стих». Если ты желаешь, чтобы я уделил больше времени изучению этого стиха, то я открою Библию, и я прошу, чтобы я открыл ее на том месте, которое подтвердит мне, что ты действительно хочешь, дабы я детально изучил этот стих для моей жизни. Конечно же, Господь не обязан отвечать на такие молитвы. И из личного опыта я знаю, что иногда Он делает это, а иногда и нет. Но я частенько прошу Его подтвердить мне что-то в слове. Итак, я открыл Слово Божие. Пытаюсь понять, а хочет ли Господь, чтобы я более глубоко изучил второзаконие 10 главу, 12 стих. И я ожидал, что случайно наткнусь на стих, который будет для меня подтверждением. Но когда я открыл Библию, она совершенно случайно открылась именно на второзаконии. 10 главе, 12 стихе. На том самом стихе, о котором я спрашивал Господа. Я открыл Библию на той же странице, где находилась второзаконие 10 глава, 12 стих. Это очень сильно впечатлило меня. Я начал изучать и переваривать этот стих. И я хочу поделиться с вами тем, что Бог открыл мне. Давайте повторим то, о чем мы уже говорили. Это хорошо, потому что мы не так часто слышим эти принципы. Мы уже не под законом. Мы избраны Богом. Спасены по благодати через веру в Мессию Иисуса. Но то, что мы не под законом, не означает, что закон больше не актуален для нас. Все совсем наоборот. Иисус сказал, «Я пришел не нарушить закон, а исполнить его. А всякого, кто учит принципам закона, будут называть великим в Царстве Божием». В законе и в пророках есть принципы, которые помогают нам понять, кто такой Бог, и как ходить с ним. А в Трозаконе 10 глава 12 стих — это прекрасный тому пример. Напоминаю, что изначально эти слова были обращены к народу Израиля. Церковь не заменила Израиль. Но если вы не еврей, и вы приняли Иешуа Хамашиаха в свою жизнь, то Слово Божие говорит, что вы были привиты к Израилю. Церковь — это духовный Израиль. Мы не заменили этот народ. Но Церковь названа Божиим Израилем. Это означает, что мы должны внимательно изучать слова Бога, адресованные еврейскому народу, потому что в них может быть пророческое применение для вашей жизни, как и в случае с этим стихом. Ну, давайте перейдем к слову. «Трава сохнет, цветы вянут, а Слово Божие пребывает вовеки». На прошлой неделе я говорил о важности, здорового страха Божьего. Не буду повторять все, что мы говорили, но лишь скажу. Иногда люди так много говорят о благодати, будто бы благодать упразднила полностью страх Божий. Но это не так. Важно иметь здоровый страх Божий. Я подчеркиваю, именно здоровый Божий страх, а не животный, первобытный, инстинктный страх. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его. Иисус сказал, «И не бойтесь убивающих тела, набойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Мы должны бояться Бога. Страх Божий помогает нам держаться верного пути. Поэтому в притчах сказано, «Начало мудрости — страх Господень». Страх Божий очень важен для того, чтобы мы не сбились с пути и имели благоговейное понимание того, кто такой Бог. Если хотите узнать об этом больше, пересмотрите предыдущий выпуск. Далее, второе требование Бога, о котором говорит Моисей, «ходить путями Его». Нам нужно быть постоянно чувствительными к Божьим путям. Как же должны жить верующие? У нас должен быть разум Христов и Слово Божие внутри. И мы должны ходить не так, как нам хочется, а ходить Его путями. Не будем вдаваться в детали, потому что мы уже обсудили это на прошлой неделе. А перейдем сразу к третьему пункту. Моисей сказал, что мы должны ходить Божьими путями. А чего еще Господь требует от нас? Давайте еще раз посмотрим на этот стих. Итак, Израиль. Речь о нас с вами, потому что мы — духовный Израиль. Чего требует от тебя Господь, Бог твой? Что это означает? Это означает, что на нас, людях, лежит ответственность войти в Божие призвание для нашей жизни. Иными словами, мы не можем жить так, как нам вздумается. Не учитывая тот факт, что мы были созданы Богом и для Бога, и Он ожидает от нас соответствующего поведения. Бог любит нас, но Он не создал нас роботами. Он ждет нашей реакции на Его любовь. Богу нужны люди, которые будут любить Его в ответ. Ему нужны люди, которые будут отвечать Ему взаимностью по собственной воле. Бог сказал, что ищет людей, которые настолько мудры, что боятся Его, которые желают ходить Его путями, которые будут любить Его. Не хочу показаться занудным, но хочу, чтобы это слово глубоко проникло в вас. Поэтому снова напомню, «Слушай, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его». Бог ищет брачного партнера. Вот почему кульминация 19 главы книги Откровения является брачный пир Агнсом. Писание говорит так, «Блаженны, званны, на брачную вечерю Агнса. Сии суть истинная слава Божия». Что такое брачный пир или брачная вечеря? Разве это не празднование любви? Не только любви жениха к невесте и невесты к жениху, но и того, что эти люди и их любовь соединились вместе. Бог любит нас, и Он желает, чтобы мы любили Его в ответ. А как мы можем любить Его? Во-первых, мы принимаем решение бояться Его. Страх Господень отвечает за все, скажем так. Во-вторых, мы принимаем решение каждый день ходить Его путями. Иисус сказал, «Кто хочет следовать за Мной, пусть забудет о себе, пусть возьмет свой крест и уже тогда следует за Мной». Мы должны делать не то, что кажется правильным нам, и не полагаться на свой собственный разум, а знать Слово Божие, быть чувствительными к Духу Святому и ходить путями Иисуса. Это означает поступать так, даже если нам и не хочется. Это значит, несмотря ни на что, выбирать Его путь. Помните, перед тем, как пойти на крест, Иисус опустился на колени и сказал, «Отец, если, возможно, доминует Меня чаша сия». Он не хотел идти на крест. Впрочем, не так, как Я хочу, но как Ты. Это были последние слова Иисуса. Он согласился с волей Отца. Итак, наш сегодняшний третий пункт звучит так. Мы должны ходить Божьими путями. Если мы посмотрим на этот стих, то именно этого желает от нас Сам Господь. Сейчас мы прервемся на небольшой перерыв, а после того, как мы вернемся в студию, я расскажу вам, как это делать. Что мы здесь делаем? Мы достигаем людей, отделенных от Бога, и приносим им свет миссии Иисуса. Мы поместили здесь билборд с надписью whoami.com и задаем людям три вопроса. Кто я? Зачем я нахожусь здесь? И есть ли что-то большее? Кто я? Я это музыка. Я обожаю музыку. Я все еще пытаюсь понять, кто я, поэтому не могу ответить на этот вопрос на 100%, но знаю, что я здесь не просто так. Мне так кажется. Думаю, всех интересует, для чего они существуют. Это метание нашей души. Думаю, мы здесь благодаря эволюции. Я прав или нет? Насколько актуален для вас Иисус? Вы верите, что Иисус это Бог? Хочу спросить вас, вы когда-нибудь обращались к Иисусу, чтобы полностью посвятить свою жизнь Ему? Нет. Честно говоря, нет. Никогда. А вы готовы сделать это прямо сейчас? Да. Отец, я готов к новой жизни. Иисус, спасибо за прощение моих грехов. Я хочу жить только для тебя. Аминь. Я люблю вас. Я тоже вас люблю. Хочу спросить вас, а вы ходите Божьими путями? Когда вы смотрите телевизор, то смотрите то, что вам хочется, или смотрите лишь то, что помогает вам ходить его путями. Каждый день нам нужно делать выбор буквально во всем. Словах, которые мы произносим, в том, что мы смотрим и слушаем, с кем мы дружим, все эти вещи являются возможностью для того, чтобы выбирать его пути. Павел писал, не обманывайтесь. Люди, живущие в мире, не войдут в Царство Божие. Иисус говорил, постарайтесь пройти через узкую дверь, потому что, поверьте, многие будут пытаться войти, но не сумеют. Итак, Бог требует от нас иметь страх Божий, ходить его путями, а также любить его. Любовь — это главное. Бог желает, чтобы мы делали все это, потому что любим его. Часто бывают моменты, когда я устал, перегорел, а Дух Святой просит меня позвонить кому-то и послужить, просто сообщить какому-то человеку, что я думаю о нем. «Я делаю это, потому что я люблю Бога». Я говорю, «Отец, я делаю это ради тебя». Многие люди не хотят говорить о Боге. Они делают это лишь тогда, когда им хочется, потому что знают, что это может испортить отношения с людьми. Мы не хотим портить отношения, но из любви к Богу мы послушны Ему, и поэтому мы свидетельствуем о Нем. Мы поднимаем разговоре имя Иисуса. Мы пытаемся рассказать Евангелие и принести надежду. Иногда люди принимают это, иногда и нет. Мы не в силах контролировать это, но мы продолжаем свидетельствовать, потому что любим Бога. Иисус сказал, «Если любите Меня, то будете Меня слушаться». Дорогие мои, любовь — это не чувство, а решение. Любовь — это не эмоция. У любви есть эмоции, но любовь — это совсем не эмоция. Если вы в браке, то знаете, что иногда нам хочется послужить. Иногда мы чувствуем эмоцию любви, но зачастую мы любим, потому что приняли решение ходить в любви. Когда Иисус из любви к Отцу пошел на крест, то это было не на эмоциях. Это было решение, которое Он принял. Нам нужно любить Бога. Ну, а мы идем в нашей теме далее. Моисей также сказал такие слова. «И служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей». Все это взаимосвязано. Любовь к Нему, хождение Его путями, страх Божий и служение Ему. Все это взаимосвязано. Итак, Господь требует, чтобы мы служили Ему от всего сердца, от всей души. «Интересно, а как с вами мы служим Богу?» Я знаю, что многие люди ходят в церковь, но они просто приходят и сидят там. Они встают во время хвалы, возможно, участвуют в пожертвовании, слушают проповедь и уходят домой. Но Библия говорит, что мы должны служить, и Бог дал дары телу, чтобы мы служили телу. Иисус начал мыть ноги ученикам, а Петр остановил его. «Нет, Иисус, не мой мне ноги!» А Иисус ответил, «Если не позволишь мне помыть тебе ноги, то не будешь иметь счастья со Мною. Как я делаю вам, так и вы делаете друг другу». Это означает, что нам нужно служить друг другу. Служить можно по-разному. Мы служим своей семье, мужу или жене, детям, внукам, нашим работодателям, и все это мы делаем как для Господа. Мы стараемся угождать не людям, а Богу, а служить селевы в церкви или общине, которую посещаете. Нужны ли там люди в детском служении, или на кухне, или в группе порядка, или в группе прославления, или финансирования? Пасторы постоянно обращаются к собранию в поисках людей, которые могли бы послужиться. Но есть люди, которые сидят в церкви по пять, по десять лет, кто-то и больше, и никак не служат по местному телу Христа. Я понимаю, что некоторые из вас прикованы к дому, и я не хочу навязывать вам чувство вины. Поймите меня правильно. Я лишь пытаюсь вдохновить людей, чтобы они поняли, что Бог призывает нас служить Ему. А Ему мы служим через служение телу и свидетельствуя о Нем. Мы служим Ему, когда любим людей, когда заботимся о своей семье, когда жертвуем. Но нужно осознать, что жить для Бога — это значит служить Ему. Хочу рассказать вам об одной сфере своей жизни. Некоторые подумают, что это невероятно, а некоторые могут мне не поверить, но я говорю вам правду. Через три года после принятия спасения в далеком 78-м году, когда Иисус пришел ко мне в видении, я проходил в жизни важный период покаяния. Я пришел к Богу как еврей и не был внимателен ко многим грехам, которые упоминаются в Новом Завете. Когда я пришел к Господу, я не стал автоматически жить как христианин. Богу понадобилось время, чтобы донести до меня, что это значит. И через три года после покаяния Господь начал обличать меня в конкретных грехах. Он сказал, «Пора очистить твою жизнь в этих сферах». Итак, у меня начался период глубокого покаяния. И вот однажды утром я сидел в кресле и пил чай, которым я заменил сигареты, которые бросил не так давно. Господь показал мне, что когда я нервничаю, то уповаю на сигареты, которые убивают меня, а не на него уповаю. Поэтому я отказался от сигарет. Я пил чай и не ожидал ничего особенного. Но пока я сидел в кресле, Дух Святой видимым образом появился над моей головой. Я видел его не своими глазами, потому что он был над головой, но я видел его яснее, чем что-либо, и когда-либо видел своими глазами. Это была не мысль и не воображение. Это было сверхъестественное проявление. Дух самого Бога появился над моей головой, как в книге Деяний, когда Дух Святой явился над головами апостолов в виде языков пламени. Это был свет, который постоянно двигался, и в нем были все цвета радуги. Он прошел сквозь мою голову, захватил моего внутреннего человека и сказал, «Я слуга». И после этого все исчезло. Я не мог продолжать это переживание и не мог помешать ему. Иисус сказал мне, что он слуга, и он живет во мне. Если моя жизнь принадлежит ему, то я тоже должен быть слугой. Дорогие мои друзья, мы призваны служить нашему Господу Богу, а также служить людям. Иисус сказал, «Пусть самый великий среди вас будет вам слугой». Итак, Второзаконие, 10 глава, 12 стих, это откровение от Господа для нас с вами. Бог просит нас реагировать на Него. Во-первых, через страх Божий. Я говорю о страхе Божием, который не дает нам грешить. Во-вторых, Бог говорит нам облечься в характер Мессии и ходить с Его путями. Ну и в-третьих, Господь желает, чтобы мы любили Его. Любовь — это не просто чувство или эмоция. Это решение вашей воли. А еще Господь желает, чтобы мы служили Ему всем сердцем и всей душою. Вы знаете, что нам дана всего одна жизнь. И пройдет она очень быстро. Останется лишь то, что мы делали ради Христа. Скажите, вы готовы бояться Его, ходить Его путями, любить Его и служить Ему? Выбор только за вами. Бог любит вас, и Он ждет нашей ответной реакции. Запомните, нам нужно служить друг другу. Служить можно по-разному. Мы служим своей семье, мужу или жене, детям, внукам, нашим работодателям. И все это мы делаем как для Господа, а не для человека. Мы стараемся угождать не людям, а Богу. Поэтому есть много путей, как вы можете проявить себя. Служите Богу, и Он вознаградит вас. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Завершим передачу. Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом своим на вас и будет милостью к вам. Да обратит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вы шлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Сегодняшний выпуск был завершающим серии «Путь праведника». Если вам понравилась эта серия и вы хотите приобрести ее, то зайдите на наш веб-сайт или позвоните по номеру, указанному на экране. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране. Или позвоните по номеру, который вы видите на экране. И помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Мы ждем вас. Я молюсь о том, чтобы Бог сделал для вас нечто особенное. В это особое время в году, одно из того, что указывает на то, как сильно Бог делает ударение на этом времени в году, это то, что три раза в году Бог велеть своему народу приносить ему особые жертвы. И кульминацией этих осенних святых дней было то, что весь народ приходил в Иерусалим, чтобы принести Богу Отцу особую жертву. Я приглашаю вас в этом году принести Богу особую жертву, посеяв служение, узнавая еврейского Иисуса. Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять, правда в том, что мы достигаем людей во всем мире, но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать. Если Бог благословляет вас через это служение, если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать, я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу через служение, узнавая еврейского Иисуса. Да благословит вас Бог. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7 На земле многие из нас верны Господу в финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса». Редактор субтитров А.Семкин